Петля Нестерова и бочка. Эти фигуры высшего пилотажа зрители встречают овациями. Сложнейшие пируэты Як-52 выполняют, несмотря на ветер и низкие облака. Каждый самолетик что-то дает свое. И я так понимаю, что все получается по развивающейся. Все больше и больше сейчас будет. Я в ожидании, что будет с оранжевыми самолетами. Вот, кстати, еще один полетел. Шоу было здоровское. Так они кулебесами вылетали. Мне понравилось, как на грузельке вы катались. А самолетики понравились? Да. Они педалью делали. И еще вертолет там был. И машины. Десятиминутный пилотаж на немецком самолете «Экстра» продемонстрировал Сергей Китаев. Пилот-инструктор в праздничном авиашоу участвует почти 10 лет. Каждый год в стандартную программу трюков старается включать что-то новое. Самое сложное пока на данный момент – это, конечно, встречный пилотаж. То есть это так называемое сердце. Это сложная вещь. Немало интересного можно было найти не только в небе, но и на земле. На аэродромной выставке. Восемь крылатых машин. И желающих посидеть в салонах «Хилл-62», «Як-42», «Ми-8» и «Ми-26» выстраивались огромные очереди. Некоторые счастливчики даже подержали в руках штурвал пилота. Мне понравилась кабина пилота, потому что здесь много кнопочек. Особенно мне нравится самолет «По-2», который вон там стоит. Такие самолеты участвовали на войне. И мне он нравится. Он так тарахтит, как в поиске. Для сотрудников авиационного дела праздник – еще один повод встретиться. Многие ветераны, которые пришли на шоу с ностальгией, вспоминали свое небесное прошлое. На ледовую разведку летал, на широтную экспедицию обслуживал. Потом уже на Ил-18. Тогда был самый современный самолет. Отказы техники были. И пожар был на самолете. В Алмате сидели. Отказ гидросистемы был. Трубка лопнула гидросистема. Тормоза отказывали. Обновление парка крылатых машин для края – одна из главных задач. Предстоит осваивать новые маршруты, а также организовывать лизинг воздушных судов. У нас нет другого выхода, как быть самой лучшей сибирской авиацией. И не только наши. Действительно, кадры, те, которые готовились и ковались в Красноярском крае, на сегодняшний день – это лучшие летчики нашей страны. Свои двери Красноярский аэропорт, как режимный объект, распахивая только один раз в году – в день воздушного флота. И сказать, кто больше ждет этого праздника – авиаторы или пассажиры – сложно. Виктория Столярова, Михаил Ткачук. Афонтова новости.